всем привет всем привет сегодня мы с вами продолжаем тему компиляции и поговорим про оптимизации оптимизации огромное количество примерно их можно объединить следующие под группы это общие оптимизации такие как удаление мертвого кода inline in функции подставление констант различные оптимизации циклов оптимизация условных и switch операторов например предсказание ветвления оптимизации также могут зависеть от архитектуры процессора и бывают оптимизации высокого уровня например такие которые выполняются на уровне линковщика или например profile guided optimization который в отличие от традиционных способов оптимизации которые анализируют исключительно исходные коды используют результат измерения тестовых запусков оптимизируемой программы для генерации более оптимального кода то есть тестовые запуски выявляют какие части программы исполняются чаще а какие реже в общем оптимизации могут быть на любом уровне мы сегодня лишь с вами поговорим о некоторых оптимизациях на уровне компиляции и сосредоточимся на общих оптимизациях подробно поговорим про inline функции про constexpr для constexpr кстати даже рассмотрим raytracer который полностью просчитывается на уровне компиляции достаточно интересный пример с гитхаба с компилим запустим посмотрим и также поговорим про выравнивание в структурах в лекциях мы все будем смотреть в ассемблере без этого оптимизации вообще никак не показать но знаний с предыдущей лекции вполне достаточно главное понимать суть как меняется ассемблерный листинг при различных оптимизациях инструкции которые вам не знакомы всегда может загуглить либо спросить учат же 5 или посмотреть документации в том же компайл эксплоре при наведении на ассемблерную инструкцию выводится подробная справка о том что данная инструкция делает огромная просьба подписываться на youtube и телеграм-каналы у кого имеется возможность поддержать на бусте или патреом буду крайне признателен и как обычно список с патронами верхнего уровня огромное вам спасибо итак погнали по традиции давайте проверим что все необходимые нам настройки включены нажимаем control q вводим в поиск line numbers line numbers он of и проверяем что checkbox line numbers стоит в тру также мы с вами работаем в терминале находится он меню view терминал либо hotkey control тильда работаем пока с одним файлом находится он в поддиректории compilation поэтому необходимо перейти туда с помощью команды сиди делаем листинг вот наш файл compilation.cpp и давайте вспомним флаги для компилятора который мы с вами уже выучили во первых это help данная команда печатает все доступные флаги компиляции можно нажать control c чтобы выйти из режима печатания также мы с вами умеем припроцессировать файл это флаг слэш пи и умеем компилироваться с выводом промежуточного ассемблера слэш си слэш эф эй кстати имеется дополнительный флаг который позволяет убрать баннер с копирайтом microsoft называется он но логу так только я написал но логу но логу можно работать в таком минимальном режиме в результате вывода данных команд у нас с вами на диске образовываются файл припроцессора compilation точка ой файл ассемблера . asm и также можно сгенерировать файл код нечто среднее между ассемблером и машинным кодом команду в предыдущем уроке также мы смотрели это f и си естественно в результате компиляции также генерируется объектный файл для единиц трансляции нам сегодня с вами понадобится только ассемблерный вывод поэтому откроем его параллельно и в нашем главном себе пи файле имеется минимальный код который мы также рассматривали предыдущем уроке это функция максимума декларация двух переменных extern то есть они определены в какой другой единиц трансляции такой трюк нам нужен чтобы код не совсем оптимизировался и в главной процедуре main мы с вами вычисляем максимум давайте его будем возвращать с помощью return также добавлю конст перед началом рассмотрения оптимизации давайте покажу еще одну вещь которую не успел продемонстрировать в предыдущем уроке поставим архитектуру 86 запустим программу программа не сбилдилась поскольку у нас имеются внешние символы которые линкер не нашел линкер у нас будет следующем уроке чтобы все собралось давайте поменяем x y на каким числа 10 и 23 запускаем программу в этот раз все окей и давайте поставим breakpoint of кликаем слева запускаемся под дебаггером и что же мы с вами можем сделать а мы можем открыть с вами disassembler находится сон в меню дебаг windows и в самом низу выбираем disassembler либо hotkey control alt d перетащу окно направо и с помощью disassembler а можно дебажить на уровне машинных инструкций листинг может отличаться от того что генерируется файл asm но сути это не меняет в самом верху видим наш пролог который мы разбирали предыдущем уроке настройка регистров далее на стак кладутся параметры функции max можно дополнительных breakpoint of поставить disassembler и нажать continue 23 16 ричной системе 17 то есть 23 делим на 16 1 и плюс 7 при наведении кстати вижу студии подсказывает что это за число ну и и это 10 запушили параметры на стак давайте еще одно окно откроем идем дебаг windows и в самом низу находим регистры предыдущем уроке также регистры мы с вами рассматривали имеются регистры общего значения я x и bx и cx и dx далее имеется регистр и айпи instruction pointer данном регистре находится адрес текущей машины инструкции на данный момент это 00b 41825 и если посмотрим disassembler то мы именно здесь и находимся то есть все инструкции также имеют адреса в памяти регистр и спи указывает на вершину стака а и bp смогать на регистр с помощью которого например можно доставать запущенные параметры функции нажимаю f10 disassembler должен быть фокусе сместились на одну инструкцию вниз и видим что адрес и айпи поменялся и stack pointer также поменялся если значение регистры меняется то вижу студиях подкрашивать красненьким после того как аргументы положили у нас идет команда вызова функции call поставим breakpoint после вызова call этот адрес как мы знаем из предыдущей лекции называется адресом возврата нажимаем f11 провалимся чуть ниже и вызов функции это не что иное как просто прыжок переход по адресу попали в нашу функцию макс здесь по сути все то же самое сначала пролог функции далее происходит основной код функции можно понажимать f10 пробежаться по всем инструкциям видим также значение каких регистров меняются в самом конце выходим из функции инструкция red и по адресу возврат нам необходимо esp сдвинуть на 8 байт то есть очистить со стека наши параметры которые мы туда положили у нас два интеджера по 4 байта поэтому добавляем восьмерку можно кстати дальше пройтись и посмотреть вообще где вызывается функция мэйн и видим дизассемблере где вызвалась наша функция мэйн про функцию мэйн рекомендую в документации microsoft прочитать небольшую статейку имеются различные нюансы функцию мэйн нельзя переопределять не может быть инлайн не может быть статик это что-то из разряда вопросов на собеседование у функции мэйн могут быть аргументы их можно передавать командной строке давайте скопируем сигнатуру и посмотрим какой сэмблер генерируется если у нас имеются аргументы давайте компилируемся и перегенерируем ассэмблер на стеке зарезервировано место пока что только под результат а если есть аргументы то для них резервируется место тоже причем с офсетом в другую сторону в положительную поскольку они пушатся до вызова мэйн это мы с вами смотрели в предыдущем уроке на примере обычной функции если кстати включаем архитектуру x64 то сразу видим что регистры другие 64 бита и если открыть диза сэмблер то адреса всех команд также расширены и итак переходим к оптимизациям но пока что у нас разминочка супер простые примерчики и начнем с вами с констант фолдинг это процесс вычисления констант выражения на этапе компиляции они во время выполнения программы в резал запишем 5 плюс 6 давайте посмотрим что у нас сгенерируется в ассэмблере напоминаю что по умолчанию оптимизации выключены то есть компиляция запускается с флагом о d optimization disabled но даже при выключенных оптимизациях компилятор считает что 5 плюс 6 все таки лучше сразу посчитать и записывать в регистр возврата 11 оптимизация находится пропертиях проекта c плюс плюс оптимизация и у microsoft компилятора имеется о-д-о-1-о-2 чуть позже к ним вернемся а если мы включим каком с вами оптимизацию например о 1 то в данном коде не особо что поменяется по сути просто очистится пролог и пилог и в регистр возврата запишется 11 если о 2 то все то же самое только одна команда так перегенерирую с выключенной оптимизацией погнали дальше предположим у нас имеется константа резалт-1 пусть будет просто x плюс y имеется константа резалт-2 который также равняется x плюс y и возвращаем резалт-1 плюс резалт-2 какой ассемблер сгенерируется без оптимизации давайте смотреть без оптимизации каждый из двух выражений высчитывается то есть в x кладется x добавляется к региструя x y и в резалт-1 записывается и x далее все то же самое через другой регистр иси x и в самом конце и x записаться резалт-1 и прибавляется к нему резалт-2 если мы включим любую оптимизацию например о 1 то никакого повторного вычисления не произойдет в и x записаться y добавляется туда x и и x складывается сам с собой данная оптимизация называется common sub expression elimination то есть удаление общих под выражений и кстати оптимизация 2 никак не меняет ассемблерный код напоминаю что оптимизация о 1 уменьшает размер а оптимизация о 2 пытается оптимизировать код по скорости это простейшие примерчики здесь все видно но код может быть достаточно сложный и не всегда даже человеку понятно где имеется повторяющиеся подворожения то есть ваш код даже если он плохой сильнее оптимизирован чем вы думаете я добавил константу резал 3 и видим что ассемблерный код никак не изменился то есть у нас просто удалился мертвый код а если оптимизация отключены то все три константы у нас вычисляются следующая оптимизация называется копии пропагейшем это замена копирования значение переменной использованием исходной переменной предположим что в резал 2 мы записываем резал то 1 а в резал 3 запишем резал 2 и вернем резал 3 давайте посмотрим что получится без оптимизации то есть сумма у нас вычисляется а потом происходит пинг-понг через регистры в исик записывается резалт 1 потом резал 2 иси x потом иди их записывается резалт 2 и в конце концов значение из иди x записывается в резал 3 но стоит мне указать какую-либо оптимизацию и весь этот пинг-понг пропадает в их записывается y и добавляется туда x и о 2 то же самое то есть по сути компилятор взял такой и сказал чтобы возвращать x плюс y потому что такой код равносилен исходному коду зачем делать лишние копирования двигаемся дальше рассмотрим стран с редакшен то есть замена дорогих операций более дешевыми возможно слышали что деление более дорогая операция чем сложение или умножение в олдскульные времена это прям была очень дорогая операция прямо на порядке дороже сейчас все получше но все равно стараются деление оптимизировать и вместо деления у нас инструкция на 30 строчки который называется сар shift arithmetic write то есть арифметический сдвиг на 1 бит вправо это эквивалентно делению числа на 2 сохранением его знака поскольку интеджер у нас знаковый если делю на 4 то сдвиг на 2 бита и и так далее для степени двойки то есть я хочу поделить на 8 то будет сдвиг на 3 бита и может быть тоже видели в каких-нибудь туториалах что сдвиг вправо это две стрелочки все плюс плюс если сдвигаем на 2 бита то делим на 4 и как мы видим в ассемблере инструкция абсолютно такая же то есть вы хотите на степень двойки поделить и показаться умным то сдвиг самом коде использовать не стоит поскольку ассемблерный код одинаковый а если кто-то вам говорит что сдвиг быстрее то он не понимает суть вопроса то есть да это быстрее но на уровне ассемблера компилятор эту оптимизацию сделает сам если вместо деления используете в коде сдвиг то когнитивная сложность чтения вашего кода усложняется поскольку человек который читает начинает думать здесь деление на 2 так хитро сделано или какой-то другой смысл давайте кстати посмотрим быстренько что сдвиг это деление можно вывести в консоли резалт и давайте за дефайн им наш x пусть будет 20 сдвиг на 1 бит это деление на 2 консоли 10 если 144 72 и давайте на другую степень двойки поделим например на 4 чем кстати при сдвигании битов происходит деление на степень двойки рекомендую изучить вопрос это несложно и чтобы поделить на 8 нужно сдвинуть на 3 бита то есть 160 на 8 это 20 почищу немного код можете дополнительно самостоятельно посмотреть в чем отличие если мы заменим int на unsigned int то есть на беззнаковое число и давать еще один примерчик рассмотрим на тему strength reduction давайте напишем с вами какой-нибудь цикл и в цикле к резалту будем прибавлять например переменную цикла умноженную на x давайте посмотрим какой ассемблер генерируется без оптимизации все на самом деле генерируется один в один как мы с вами написали то есть в резалт кладется ноль переменную цикла также записаться ноль сразу прыгаем на метку ln 4 сравниваем ай с десяткой если больше то перепрыгиваем на ln 3 то по сути выходим из цикла но у нас ай пока что 0 поэтому выполняем операцию в цикле и видим что имеется инструкция а ему то есть это умножение и на самом деле это самое важное на что стоит обратить внимание при данной кода генерации если я например ставлю оптимизацию о 1 то все сильно упростилось и можно заметить что инструкции умножения нет вообще самом начале зануляется регистр и x с помощью инструкции xor на стек кладется десятка и six также записывается 0 дальше идет pop и dx то есть в dx записываем 10 и в регистре dx по сути находится наша переменная цикла далее в и x записывается и six он пока что ноль после этого и six записывается x и после этого регистр и dx уменьшается на единицу то есть генерированном ассемблере на самом деле переменная цикла уменьшается они увеличиваются как у нас в исходном коде если и dx не равняется нулю то мы переходим на метку ll4 то есть сделаем еще одну итерацию цикла а если нет то завершаем цикл и по сути выходим из функции а возвращаемое значение записано в регистре и x то есть посмотрим как вообще код-то переписал то есть по сути создалась еще одна переменная и x назовем ее как-нибудь сам в нее записался 0 далее в результат в ассемблере по сути это регистр и x добавляется и six то есть сумма и после этого в регистр и six добавляется x то есть сам плюс равняется x и переменная цикла и в другую сторону раскручиваться то есть от 10 до 0 и уменьшается и это эквивалентный код без использования умножения то есть компилятор очень умный даже на простых примерах а если запустить оптимизацию о 2 то у нас получилась вообще одна строчка по сути он x вы не за скобки и сложил все ай можно кстати это достаточно быстро вы меня посчитать 9 плюс 1 8 плюс 2 и так далее получать 45 так разминка закончена давайте теперь посмотрим по факту на о 1 и о 2 один старается с оптимизировать размер кода а о 2 скорость выполнения инструкции есть нажать на гиперссылку о 1 то в табличке можем видеть что каждый из флагов представляет собой набор других флагов и некоторые из них даже совпадают давайте посмотрим с вами оптимизацию jf данная оптимизация оптимизируют одинаковые строки то есть можно память не расходовать и не хранить две одинаковые строки рассмотрим какой он примерчик можно почистить нашу рабочую область аргументы функции main также можем удалить допустим у нас имеется две одинаковые строки компилируем наш файл без оптимизации от д и в самом верху в константном сегменте создается две строки два символа они отличаются но значение у них одинаковые и соответственно австр 1 мы кладем значение одного символа австр 2 другого то есть памяти две строки если мы добавляем флаг jf то сгенерировался один символ выглядит конечно страшно был применен name angling и эквивалентную строку в памяти мы больше не храним и мы с вами переходим к онлайн функциям флаг оптимизации называется об и имеется несколько оби 0 1 2 3 0 это дефолтное значение для выключенной оптимизации то есть функции не инлайнится когда единичка то можно инлайн функции помечены инлайн либо форс инлайн двоечка дефолтное значение для о 1 и о 2 и позволяет компилятору инлайне все что он считает нужным то есть функция может быть за инлайнена даже если она инлайн не помечено и также имеется оба 3 и в риск инлайнинга более агрессивная мы его рассматривать не будем и в целом весь инлайнинг который совершается компилятором достаточно неконтролируемая история во первых могут быть за инлайн на функции которые вы не помечали инлайном во вторых даже если вы их пометили инлайн или даже форс инлайн то вовсе не гарантируется что данные функции будут за инлайнена и например в документации по инлайн об этом четко сказано что никаких гарантий даже форс инлайн не дает то есть вы все форс инлайном пометили и компилятор в начале все добросовестно инлайнил а потом в какой-то момент сработала и вристика что если так продолжать делать то программа слишком разрастется в размере и поэтому бывает что даже однострочные функции не инлайнится в общем давайте смотреть например возвращаемся в студию у нас уже с вами имеется функции максимума поэтому начнем с нее ну что скомпилируемся хотя давайте вначале покажу в настройках проекта где можно настраивать инлайн категория естественно оптимизация имеется отдельное property для инлайна функции и в комбоксе можно только три выбрать об 0 оба 1 и оба 2 и если оптимизация отключена по сути у нас вызывается флаг оба 0 основное на что стоит обращать внимание при инлайнинге имеется ли инструкция call то есть вызывается функция или нет у у нас данный момент вызывается никакого инлайнинга не было и на самом деле если оптимизация отключена то есть стоит подд то оба 1 и оба 2 работ не будет то есть флаг не переопределяется а если мы с вами поставим любую оптимизацию например у один то у нее по дефолту стоит оба 2 то есть компилятор жги инлайне все что только можно и несмотря на то что функция макс инлайн не была помечена инструкции call больше нет то есть весь код функции макс просто подставился в нашу процедуру мэйн в этом и есть смысл инлайна то есть убирается overhead вызова функции который по сути заключается в дополнительных операциях с регистрами и со стеком если оптимизация у нас не выключена то флаг инлайна мы переопределить можем о 1 я добавляю об 0 и call вернулся то есть ничего не инлайн если ставлю оба 1 то ничего не меняется call остается поскольку инлайн только то что помечено как инлайн а если ставлю оба 2 то указываю компилятору что можешь инлайне все что считаешь нужным и он посчитал нужным нашу функцию макс за инлайнить если добавляю ключевое слово инлайн то при оба 2 естественно будет за инлайнена но теперь и при оба один за инлайнена и только при оба 0 у нас с вами call принцип надеюсь понятен но даже если мы с вами не пометили функцию как инлайн и вызываем оптимизацию об 2 можно гарантированно сделать так чтобы функция не было за инлайнена для этого имеется ключевое слово но инлайн добавляется также декал спек и видим что это microsoft специфик поэтому кто работает под linux посмотрите аналог под свой компилятор добавляю ноу инлайн и независимо какая у нас оптимизация о 2 или о 1 а как мы знаем что у них по дефолту оба 2 ноу инлайн не дает компилятору сделать инлайнинг помимо ключевого слова inline имеется также force inline это более агрессивное указание компилятору то есть при о 1 о 2 понятное дело все будет инлайнится инструкция call пропала код подставился и кстати почему вместо макросов рекомендуют использовать inline функции поскольку результат будет один и тот же вероятность совершить ошибку в макросе очень велика как мы помним а функцию дополнительно еще можно и от дебажить я быстренько создам макрос макс помним что если пишем макрос то скобочки вокруг каждого аргумента должны быть и вокруг всего выражения я сейчас этим пренебрег поскольку демонстрация про другое дать посмотрим что превратится ассемблер с нашим макросом вот не изменился кстати у нас пропал листинг функции макс почему это так чуть попозже скажу поэтому вот что при использовании макроса что при использовании inline функции макс одинаковый что и требовалось доказать и я надеюсь все понимают зачем мы ассемблер рассматривали поскольку такие штуки без него просто не показать и понимание достаточно минимальном уровне произошел inline или нет то есть если инструкция call или нет дать посмотрим на каком нет ривиальную функцию я подготовил примерчик вики скопирую его для экономии времени функция никакой смысловой нагрузки не несет гигантский цикл с арифметикой и плюс статическая переменная counter то есть данная переменная расшарена между несколькими вызовами функции то есть некая сложная в кавычках функция давайте вызовем и передадим туда наш x и давайте вызовем оптимизацию о 1 как мы помним что по умолчанию там оба 2 и как мы видим она не была за inline на как например функция макс а если вызываем оптимизацию о 2 то функция была за inline на вызова call нет и также можно обратить внимание что числа которые используются в цикле также находится процедуре main то есть на данной сложной функции оптимизации о 1 и о 2 сработали по-разному давайте теперь укажем ключевое слово inline если вызываем у 2 то не сложно догадаться что скорее всего она также будет заинлайнена ничего не поменялось поскольку компилятор и без наших указаний решил что будет ее inline если указываю один то компилятор все равно решил ее не inline несмотря на наши с вами указания поскольку оптимизация о 1 старается оптимизировать размер кода и количество байтов нашего бинарника у нее в приоритете давайте добавим какой-нибудь дополнительный побочный эффект например вывод в консоль на самом деле статическая переменная уже является побочным эффектом мы сейчас с вами добавим еще один и выведем в консоль каунтер скомпилируем с оптимизации о 1 так у нас ворнинги компиляции потому что вы острым имеется исключение может добавить флаг и hc это топик не текущего урока но ворнинги пропадут портянка у нас большая ассамблер на поскольку и острым у нас подставилась можно сделать поиск о комплекс калькулейшн и по большому счету ничего не изменилось у нас имеется все тот же кол теперь компилируем с оптимизацией о 2 инлайн произошел уже понятно и давайте сделаем вот что вызовем функцию комплекс калькулейшн еще раз вызываем оптимизацию о 2 вуаля ничего не заинлайнилось то есть компилятор посчитал что теперь это слишком жирно есть четыре раза добавить функции то все четыре раза будет call так что побочные эффекты также могут влиять на инлайн ну и в один очевидно что при многократном вызове функции они не будут заинлайн на так оно и есть а теперь давайте заменим инлайн на более агрессивный форс онлайн компилирую с 1 и теперь все было заинлайн на несмотря на всю побочку и в о2 соответственно такая же картина инструкцию колл функции main мы с вами не найдем вывод в консоль давайте закомментируем поскольку в ассэмблере трэш перекомпилирую без и острым microsoft на самом деле имеется свой собственный атрибут и так покажу забавы ради на странице документации с атрибутами можно найти категорию microsoft-специфик атрибут и выглядит он следующим образом msvc force inline и в комментарии написано что имеет абсолютно такое же значение как force inline можно поменять скомпилировать все было заинлайн на теперь давайте рассмотрим как он простейшую рекурсивную функцию например факториал факториал 0 единица факториал единицы единица иначе значение числа умножаем на факториал предыдущего числа напомню на пальцах есть кто не знает факториал числа обозначается восклицательным знаком факториал 0 единица 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 факториал двух это единица умножить на 2 факториал 3 единица умножить на 2 умножить на 3 и факториал 4 единица умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 и естественно можно заметить рекуррентную связь со значением факториала предыдущего числа то есть 1 на 2 на 3 это факториал 3 умножить на 4 что собственно мы с вами и описали в нашем коде и давайте вычислим факториал x точнее посмотрим какой ассемблер генерируется при компиляции проверяем с оптимизации о 1 так у нас зануление и а x а у нас мертвый код давайте резалт возвращать компилятор просто не будет даже его считать компилируемся еще раз то есть инлайна никакого не произошло вызываем функцию факториал оптимизация о 2 при о 2 произошла красивая вещь частичный инлайн то есть в начале x был положен в регистр ECI и мы сравниваем его с единицей и если больше единицы то мы прыгнем на ln 5 и вызовем функцию факториала а если меньше либо равно единице то записываем в регистр возврата единицу то есть никаких накладных расходов функции нет красота и давайте укажем перед функцией наш агрессивнейший force inline вызываю оптимизацию о 2 ничего не поменялось функция рекурсивная никакого инлайна не происходит то есть выводы следующие можно однозначно компилятор указать что мы не хотим инлайнить функцию с помощью ключевого условного inline можем сделать рекомендацию с помощью ключевого слова inline по возможности компилятор за inline и тут без гарантии функция может быть заинлайнена может быть не заинлайнена и даже если не указывать ключевое слово то она также может быть заинлайнена а может быть и нет с force inline вероятность повышается но она также не равна 100% например с тем же факториалом не работает или какая-то юристика может отвергнуть функцию поскольку хорош инлайнить у нас и так большой бинарник то есть не способны оценить bottleneck между вызовом функции или между размером бинарника который получается в результате всех инлайнов вашей определенной функции то просто ничего не указывайте компилятор за вас все решит вики будут две ссылочки что можно дополнительно почитать про inline один пост от разработчика компилятора microsoft он немного двери приоткрывает как внутренняя кухня работает например что инлайнится не оптимизированный код инлайн это вообще самая первая оптимизация которая совершается компилятором собственно поэтому код и не оптимизированный и немного про юристики он пишет как принимаются решения по поводу инлайнить функцию или нет второй сайт по стандартам cpp здесь также имеется факт про inline выводы примерно здесь такие же как мы с вами сделали в лекции например улучшает inline performance или нет да и нет иногда возможно код может работать быстрее код может работать медленнее программа может быть больше может быть меньше приведем пример сколько функций нужно заинлайнить чтобы размер программы увеличился на 1 мегабайт в общем с инлайном все весело но мы с вами можем теперь смотреть ассемблер и на сто процентов понимать что вообще происходит в нашем коде двигаемся дальше и мы с вами плавно переходим к ключевому слову constexpr с помощью constexpr можно создавать код который будет выполнен на этапе компиляции начнем с самого простого с константы constexpr допустим lucky number счастливое число равняется 7 и с помощью constexpr мы декларируем что данная константа известна на этапе компиляции в чем же отличие между обычной константой значение константы не обязательно должно быть известно на этапе компиляции давайте проверим допустим имеется некая константа вроде не особо чем отличается но константу мы с вами можем инициализировать иксом который находится где-то в другой единице трансляции а constexpr константу инициализировать иксом не получится то есть на этапе компиляции икс неизвестен он станет известен на этапе и это собственно основное отличие помимо констант имеются также constexpr выражения все из чего состоит constexpr выражение также должно быть constexpr функцию также можно помечать constexpr это значит что значение функции будет вычислено на этапе компиляции force in line кстати можно оставить добавили constexpr к максимуму давайте его вызывать и вызываем максимум от x и y вижу в студии ничего не подсвечивает что вроде бы странно x и y же неизвестно у функции имеется особенность если она помечена constexpr то если она может вычислить значение на этапе компиляции она будет это делать а если нет то будет работать в рантайме это сделано чтобы не писать две разные функции одну constexpr а другую не constexpr если скомпилировать код то видим что функция просто заинлайнилась но если я укажу что возвращаемое значение я ожидаю constexpr то у нас ошибка поскольку это сделать невозможно x и y на этапе компиляции неизвестно но если я передаю конкретные числа то значение будет вычислено на этапе компиляции как видим оно равно 20 то есть простейшем примере понятно разницы никакой будем ли мы вызывать constexpr или нет компилируем код компилятор сгенерировал абсолютно такой же код но выражение не constexpr двадцатку он получил не за счет constexpr а за счет своих оптимизаций если бы у нас была какая-то функция посложнее то никаких гарантий что мы конкретное число получим нет а constexpr гарантирует вычисления на уровне компиляции давайте посмотрим что можно сделать с факториалом вызываем рекурсивную функцию факториала и допустим передаем туда 10 и как мы уже с вами наблюдали рекурсивная функция не инлайнится несмотря на то что мы передаем туда константу и в ассемблере у нас вызов call давайте добавим constexpr и посмотрим что изменится visual studio нам сразу подсказывает что констант в котором мы записываем значение факториала может сделать constexpr компилируюсь и вот она магия значение факториала 10 вычислилось в момент компиляции force in line можно убрать то же самое будет то есть в рантайме никаких вычислений рекурсий не будет но с факториалом кстати нужно быть аккуратным поскольку факториал растет очень быстро то есть быстрее чем экспонента но медленнее чем функция n в степени м то есть примерно такая оценка поэтому здесь выстрелить в ногу очень просто интеллисенс также кстати считает значение если навести на константу то можно смотреть чему равен факториал 12 то есть интеллисенс также понимает constexpr то есть значение факториала 12 окей но если я попробую вычислить факториал 13 то даже студии что-то не нравится а не нравится то что мы с вами уже вышли за пределы инта это очень легко показать то есть факториал 12 у нас равен данному числу а факториал 13 можно кстати скомпилировать проверить и компайлер выдал такую же ошибку signed overflow итак факториал 13 равен факториал 12 умножить на 13 я при записи видео ошибся умножил на 12 хотя надо на 13 но лучше от этого кстати не станет мы можем подключить заглощенный файл в котором находятся константы типов называется он limits и чтобы получить максимум интеджера можно воспользоваться шаблоном numeric limits в качестве параметра передать int и вызываем функцию max можно нажать f12 видим кстати что функция также constexpr и возвращает она значение макроса intmax можем нажать f12 и скопировать значение intmax у константы на кстати тоже можно constexpr поставить и я думаю всем уже понятно что факториал 13 в intmax не влезает нам на самом деле достаточно домножить на 10 и получится число которое больше intmax даже если беззнаковый int взять то все равно не влезет за этим в общем нужно следить если проводите такого рода вычисления можно воспользоваться типом побольше например long long и можно добавить алиаз fact type то есть тип с которым работает факториал либо шаблон можно сделать и теперь все ок в диапазон long long мы влезаем с факториалом 13 и значение максимум для long long также можно вычислить причем алиаз можем передать fact type f12 приведет нас на максимум long long такая вот верхняя граница long long давайте продолжать все закомментируем напишем чуть попроще рекурсивную функцию которая не так быстро растет как факториал пусть будет некая рекурсивная сумма и будем просто складывать все числа до n вычислим сумму десяти мы кстати это с вами сегодня уже делали только десять не включалось получается пятьдесят пять все правильно вычислим сумму ста чисел пять тысяч пятьдесят ок видим что функция растет медленно но если я указываю тысяча то что-то все равно пошло не так компилируюсь и лог заспамлен можно отмотать вверх у нас ошибка что невозможно вычислить константу по причине того что был достигнут предел глубины рекурсии при вычислении констэкспор и в логе написано что ограничение это 512 то есть у констэкспор тоже имеется bottleneck в чем он заключается то есть если у вас значения вычисляются на этапе компиляции то все здорово программа будет летать но сама компиляция может быть очень долгой мы скоро с вами в этом прямо убедимся поэтому данное ограничение при компиляции вполне разумно его можно обходить имеют специальные флаги компиляции констэкспор depthn backtracen и stepsn в нашем конкретном случае необходимо воспользоваться флагом depthn вместо n указывается число глубина рекурсии мы можем чуть больше взять 1200 все прекрасно скомпилировалось видим полученное значение у IntelliSense свой флаг скорее всего тоже 512 поэтому красной волнистой линии нашу сумму она подчеркивает но если мы сбилдим наш проект то данный флаг нигде не учитывается его необходимо добавить в пропертях проекта конкретного проперти вроде нет но мы всегда можем воспользоваться командной строкой и просто добавить дополнительную опцию нажимаю apply ok собираю проект программа сбилдилась успешно помимо constexpr constant выражений функций мы можем делать также constexpr объекты давайте создадим небольшой класс point объект данного класса это некая точка на декартовой плоскости скорее всего это была обструктура но пример и есть пример у конструктора два аргумента абсциссы и ордината и они просто будут расставляться в приватные члены класса мы можем сделать кстати const и например если мы хотим создать константный объект то никаких проблем у нас с вами не возникнет кроме одной модификатор доступа у классов по умолчанию правит конструкторы необходимо открыть все константный объект создали все окей можем хоть нашими xy инициализировать все корректно теперь давайте создадим constexpr объект понятно у нас xy неизвестны поэтому такой объект создать нельзя давайте поменяем на 10 и 20 но все равно что-то не то то есть не получается создать constexpr объект чтобы создать такой объект конструктор класса также должен быть constexpr теперь все ок а теперь давайте посмотрим клевый пример полностью constexpr raytracer ссылка на реп будет давайте соберем проектик и посмотрим как все считается он на самом деле супер легковесный по большому счету там все просчитывается в одном header файле и stdb используется для сохранения изображения raytracer cpu-шный поэтому наглядно все будет видно клонируем репозиторий открываем git bash git clone вставляю путь до репозитория репозиторий склонировался имеется семейк лист для генерации файлов visual studio семейк у нас совсем скоро будет кто сам хочет попробовать собрать данный проект либо качаете семейк либо просто данный файл можно закинуть в свой проект давайте генерируем с помощью семейк файлов файлов visual studio еще раз открою bash cmake g visual studio 17 20 22 cmake отдельно будем рассматривать поэтому пока без комментариев команду эту я оставлю можно указать еще архитектуру 64 пошла генерация файлов visual studio также я сделал немного грязно сгенерировал все файлы проекта там же где код обычно все это делается в директории build но сейчас на это внимание не обращаем итак в solution имеется два проекта raytracing real-time и raytracing compile-time то есть пиксели при runtime raytracing будет считаться во время исполнения программы размер изображения у него задан 512 на 512 давайте проверим сначала runtime проект поэтому установим его как стартовый правой кнопкой мыши set as startup project запускаемся под дебаггером изображение посчиталось на самом деле достаточно шустро и находится оно в той же директории где и проект вот такая красивая сцена можем побольше сделать разрешение например 1512 на 1512 изображение считается сейчас будет чуть дольше изображение готово давайте смотреть да разрешение получше сцена настраивается в начале файла расположение камеры расположение плоскости плоскости имеется функция пересечения с лучом имеется модельная сфера и кстати уже можно обратить внимание что все функции constexpr но в runtime они работают не как constexpr про это мы с вами говорили весь код raytracer находится в заглоочном файле raytracer вверху кстати автор указал что на самом деле просто портировал код raytracer от microsoft который был написан на тайпскрипте и все в данном файле constexpr то есть runtime имплементация также использует данные функции но они не вычисляются как constexpr более того значение высоты и ширины изображения можно передать через аргументы функции просто как два числа то есть что передаст пользователь программе на уровне компиляции мы не знаем давайте теперь смотреть constexpr версию устанавливаю стартом второй проект и переходим в главный cp файл высота и ширина объявлено как macro definition и они кстати устанавливаются через cmake мы кстати это с вами умеем делать через командную строку проходили это в лекции про препроцессинг cmake я менять не буду поскольку придется перегенерировать файлы проекта будем просто хардкодить данные значения у него было изображение по умолчанию 32 на 32 давайте сразу заменим и вычисляется все в constexpr лямбде она просто вызывается если мы запустим проект то ничего у нас не скомпилировалось имеется куча ворнингов но они нас не особо интересуют интересует нас ошибка которая говорит что мы превысили количество допустимых шагов в constexpr то есть помимо глубины рекурсии имеется еще ограничение на количество шагов алгоритма то есть количество выполняемых операций и как не сложно догадаться ray tracing затратная штука поэтому нам необходимо воспользоваться другим дополнительным параметром constexpr который называется steps n добавим данный флаг в command line и укажем как вам гигантское число чтобы точно не подбирать давайте попробуем получится или нет запускаю программу программа компилируется в целом достаточно быстро но и наше разрешение супер мизерное посмотрим что получилось compile time вот такой ray tracing у нас получил зато посчиталось все во время компиляции давайте чуть побольше сделаем хорошее разрешение будет очень долго считаться в compile time видео сейчас ускорю считалось у меня ровно 40 секунд все ray tracing посчитался в compile time а в runtime данные пиксели просто сохранились как изображение можете поэкспериментировать с параметрами или даже сцену поменять если мы с вами зайдем в дебаг где наши экзешники запускаем compile time версию и она сработала в моменте а если мы запустим runtime версию то будем ждать пока пиксели посчитаются и получилось два наших изображения runtime и compile time так с этим примерчиком заканчиваем с constexpr также завершаем я крайне вам рекомендую почитать статью в блоге pvs studio про эволюцию constexpr она была действительно гигантской например когда только появилась constexpr в cpp11 нельзя было в constexpr функциях использовать if хотя можно было тернарный оператор использовать но тем не менее было очень много ограничений и постепенно они снимались сейчас с помощью constexpr можно сделать практически что угодно собственно мы с вами убедились на примере ray tracing и также рекомендую посмотреть видео с cppcon от джейсона тернера там часовое видео куча полезной информации про constexpr это кстати к тому что мы достаточно быстро рассматриваем все эти темы поскольку иначе времени у нас ни на что не хватит то есть самостоятельная работа также должна быть серьезная если хотите глубоко разбираться в вопросах текущего видео недостаточно теперь давайте посмотрим почему у нас функции могут исчезать из ассемблерного листинга давайте уберем везде constexpr и также force inline и предположим что в коде данные функции не вызываются вообще скомпилируем наш файл можно удалить параметр constexpr и в ассемблере видим находятся символы всех функций maximum, complex calculation, factorial, sum функции main мы их не вызываем она пустая но тело каждой функции в листинге присутствует хотя мы их не используем вообще теперь давайте обратим внимание на то что происходит указав у функции максимум force inline компилирую код оба на символ максимума пропал и соответственно тело функции из листинга также удалилось добавим force inline complex calculation компилируемся и эта функция также пропала к factorial давайте добавим constexpr компилируем и символ факториала тоже исчез добавляю constexpr к сам и ни одного символа не осталось происходит это потому что функции которые помечены constexpr или force inline имеют внутреннюю линковку то есть эти функции могут использоваться только внутри данной единицы трансляции без данных спецификаторов у функции по умолчанию внешняя линковка то есть компилятор пока что еще не знает будет ли функция используется в другой единицы трансляции или нет в документации видим какие объекты имеют внутреннюю линковку в которой помечены constexpr typedev или static то есть когда у нас внутренняя линковка и мы функцию не используем то оставлять ее смысла нет можем пометить функцию сам как static компилируем символ также не генерируется понятно что линковщик тоже умный если данная функция не используется в других единиц трансляции то он подправит этот момент который не доделал компилятор или то же самое анонимные namespaces если я помещу в анонимный namespace функцию sum скомпилируюсь линковка также внутренняя структуру немного затронем с вами тему выравнивания структур будет ссылка на большую статью которую рекомендую прочитать итак выравнивание структур это такой механизм который компилятор использует для организации данных в памяти с целью оптимизации доступа к ним он заключается в добавлении пустых байтов padding между членами структуры чтобы каждый член начинал с адреса кратного своему размеру или размеру максимального члена структуры современные процессоры эффективнее работать с данными которые выровнены по границам слов то есть это 4 или 8 байт невыровненный отступ может привести к дополнительным операциям чтения и записи в одном из недавних обновлений Visual Studio была добавлена прикольная фишка это memory layout который позволяет смотреть как выровнены данные в классе или в структуре в Unreal Engine проекте также это можешь смотреть если данного контекста у вас нет то проверяйте обновление Visual Studio например давайте посмотрим наш класс Point наводим на имя класса у нас с вами два члена оба int и выбираем memory layout открывается табличка как будет устроена память объекта класса Point то есть два int занимают по 4 байта можно переключиться на текстовую вьюху давайте небольшую структурку с вами создадим пусть будет это Amma и допустим будет булев член taken то есть взяли боеприпас или нет integer количество патронов и еще один булев член добавим пустой боекомплект или нет empty наводим на имя структуры размер 12 байт выравнивание по 4 байта открываем layout и видим как выровнялись наши члены структуры выравнивание 4 байта там мы разместили буллин далее 3 байта пустых и мы туда integer поместить не можем поэтому мы его переносим в следующие 4 байта и завершает все второй буллин то есть у нас получается 6 пустых байтов давайте посмотрим что произойдет если мы просто буллин подвинем чуть выше сохраняем файл наводим на класс вуаля размер нашей структуры 8 байт то есть одним перемещением поля структуры мы сократили размер на 4 байта и по layout понятно что произошло буллин 1 байт поэтому в верхней ячейке он влезает с этим контекстным меню от microsoft шикарно можно смотреть layout памяти до недавнего времени этой фишки не было можно было смотреть по-другому у microsoft компилятора имеются скрытые флаги то есть не задокументированные флаги которые скорее всего чисто девелоперские и они их не саппортят по ссылке будет гигантский список автор статьи вытянул их из бинарников компилятора кстати на диске рядом с экзешником имеются две длельки можете посмотреть я показывал в предыдущем уроке где находится экзешник одна длелька отвечает за фронтенд компилятора другая за оптимайзер и к флагам необходимо добавлять слэш d1 либо слэш d2 сейчас покажу как это делать флагов действительно куча имеются даже флаги связанные с парс 3 но я их недавно проверял не работают может конечно в какой-то комбинации их нужно использовать документации по данным флагам нет то есть все тут методом тыка давайте воспользуемся поиском флаг называется report single класс layout с помощью данного флага также можно вывести в консоль layout класса или структуры и он находится в c1 dll поэтому необходимо будет добавить приставку d1 давайте посмотрим будем компилировать наш файл все как обычно и добавляем наш длиннющий флаг перед ним ставим слэш d1 без пробелов и вместо решетки пишем имя нашей структуры амма также без пробелов в консоль вывелся layout нашей структуры амма естественно совпадает с визуальным представлением также написано что размер 8 байт и помимо этого имеется alignment member который равняется 2 байта то есть по сути это те самые пустые байты если порядок меняют то у нас с вами 2 alignment member по 3 байта один после taken а второй после empty так вьюха походу кэшится давай теперь откроем да теперь корректно это прям микро оптимизация речь идет о байтах то есть если вы не разрабатываете какие-нибудь встроенные системы то время особо на это тратить не стоит но может быть полезным если вы объекты по сети передаете здесь можно сэкономить паддинги иногда специально указывают чтобы не было ошибок сериализации например можно указать паддинг 1 3 и после empty 2 паддинг добавить паддинг 2 и если нажать на memory layout то память полностью заполнена а если скомпилируется под консолью то никаких alignment member нет в нашем конкретном случае как мы уже делали empty можно подвинуть наверх и паддинг у нас будет 2 и тогда у нас получается ровно 8 байт можно размер структуры и в runtime вывести для этого имеется оператор size of и также имеется align of который показывает выравненную структуру запускаем программу размер 8 байт выравнивание по 4 байта можно кстати дополнительно добавлять static assert если например вам критично чтобы размер структуры не менялся либо контролируемо менялся как с тестами так только не шаблонные скобочки обычные круглые можем задекларировать что размер нашей структуры ожидаемо 8 байт и написать вам сообщение которое выведется в случае ошибки компиляции давайте скомпилируемся так у нас опять ворнинги из-за исключения иострим добавляем флаг размер структуры 8 байт никаких ошибок нет но если мы добавим дополнительно поле в структуру пусть будет еще один флаг оружие для гуманоида или нет то на самом деле интеллисенс уже также это задетектило и при компиляции получаем ошибку что размер лейаута изменился и паддинг наш массив перелез на другой адрес наш пример можно подфиксить поставив паддинг 1 то есть мы контролируемо добавили еще одно поле в структуру структуру можно изменить выравнивание для этого существует ключевое слово aligns и в скобочках указывается количество байт давайте посмотрим как изменился layout то есть данные у нас теперь выровнены по адресам кратным 8 давайте еще один член структуры добавим для наглядности пусть будет просто буллетс 2 и в данной ситуации кстати aligns удобно завернуть под макрос поскольку если мы захотим поменять выравнивание структуры то удобно это сделать в одном месте можно придумать какое-то имя тег например fps data и задефинить aligns 8 и выравнивание однотипных структур с данным тегом можем менять в одном месте или просто задефинить на пустой символ также управлять выравниванием можно с помощью специальной директивы при процессора которая называется pragma pack как мы с вами уже отмечали что pragma это не всегда директива при процессора она также может относиться именно к указаниям компилятору давайте протестируем можно запушить новое выравнивание для структур которые находятся после pragma pack установим выравнивание в один байт а вернуть предыдущее выравнивание можно с помощью симметричной директивы pragma pack поп то есть новое выравнивание применится только для нашей структуры ама давайте padding удалим интеллисон кстати не понимает что у нас выравнивание теперь не 4 байт а 1 давайте скомпилируем размер у нас точно 7 о увидела все выравнивание 1 байт то есть видим как интеджер перетекает по адресам padding в таком случае у нас никогда не будет но доступ к данным будет медленнее если поставить 2 то понятно что произойдет все выровнялось по 2 байта кому интересно можете поизучать скрытые флаги возможно найдете что-то полезное для себя интересные штуки есть например можно вывести статистику по инлайнам инлайн статс d1 инлайн статс так пишет флага нет а скорее всего это d2 флаг давайте посмотрим да это будет d2 поэтому меняем на d2 и вывелась статистика по инлайнам так у нас было заинлайн на 1793 функции а это потому что стандартная библиотека подключена можно его стрим закомментировать лимит давайте тоже и вывод в консоль компилируем еще раз флагом статистики так у нас все сейчас по нулям с вами поскольку мы не вызываем никакую функцию давайте например вызовем функцию макс компилируемся так у меня в команде лишняя скобочка можно нажать control c вот теперь статистике имеется force in line 1 success 1 и так же вывелся символ функции символы совпадают и напоследок давайте посмотрим прагму оптимайз мы ее с вами на самом деле уже рассматривали данная директива говорит компилятору что не оптимизирует кусок кода который находится после данной прагмы можно даже флаги указывает какие оптимизации не делать но самый простой вариант это скопировать блок кода сам внизу и обрамить тот участок вашего рабочего кода который вы не хотите оптимизировать то есть если мы текущий код с оптимизацией компилируем то просто в регистр возврата записывается 20 а если обрамляем его прагмой то оптимизация не сработает вторая прагма кстати говорит что после нее обратно включаем оптимизацию компилируем оптимизация отменилась хотя кстати онлайн все равно произошел прагма бывает полезна при дебаггинге поскольку символы могут быть с оптимизированы и вы просто не сможете посмотреть их значение под дебаггером если кстати всю единицу трансляции не хотите оптимизировать то нижнюю прагму можно вообще не указывать так на этом подходим к завершению лекции рекомендую самостоятельно прочитать еще одну статью у pv studio про return value optimization на самом деле это уже не совсем оптимизация начиная с 17 стандарта а скорее уже правила компилятора и также имеется nrvo named return value optimization все ссылочки будут вики много всего сегодня было кому интересно может также прочитать про branch prediction то есть про предсказание обетвления ссылочки я подготовил на этом будем заканчивать всем огромное спасибо за просмотр надеюсь было интересно увидимся в следующей лекции у нас с вами остался линкер подписывайтесь ставьте лайки всем пока